В Франции всегда она славится своей сумасшедшей поддержкой, своей любимой командой. И сегодня Олимпик принимает команду из Австрии. Коньяспор отстает от Марсельского Олимпика на два очка. У Витории Геморрайш отставание лицом. В конце концов, в нынешней Лиге Европы Зальцбург не проиграл ни одного матча. Команда держала пять побед. Два матча на завершика сегодня в стартовом составе. Итак, в воротах Марсельского Олимпика Стеф Манданда номер 30, линия обороны слева направо Хироки Сакая номер 2, Роланда 6, Адиль Рами 23 и Бунасар номер 17. В опорной зоне Луни сегодня таков выбор судейской бригады на составе Зальцбурга. И сейчас я это обязательно сделаю. И давайте с него и начнем. В воротах Зальцбурга Александр Вальки, капитан команды номер 33, обратите внимание, схема 4-4-2, линия обороны слева направо. Андреас Ульмер номер 17, Дужи Калета Карр номер 5, Паула Миранда номер 3. И Штеф Забил 17 мячей и сделал 7 результативных передач. Марко Розе тренирует Зальцбург. И теперь все наше внимание на этот матч Марселя, за который также не играет и Жордан Амави. Соответственно, нужно было, если очень важно, не проиграть. И, соответственно, Руди Гарсия предпочел Хироки Сакая, несмотря на то, что она достаточно выглядит гибкой, где необходимо атлетичный. И вот, пожалуйста, передача на правый фланг, попытка прострелить Максима Лопеса, еще Ульмер. Некоторые ремарки касаются, они того, результативных передач в нынешнем сезоне. Опять же, беру статистику с учетом всех турниров, она более объективна. Еще одна проникающая передача, Клинтон Джи открывался на передачу Максима. Здесь действительно не хватает, как мы видим, компактности, не всегда отходит назад. Вот здорово сейчас Ульжи может оторваться от Чалета Карра, врывается в штрафную площадь, передачу бы сделать, но поточнее и посильнее Морганус. Был момент сейчас у Марсельского Олимпика открыть счет в этом матче. Завозились здесь два защитника, если бы он играл на правом фланге. Да, этим ребятам австрийским палец в рот не клади, это Хайдара. Успокаиваться ни Луис Густаво, ни Хайдара не собираются. И Кульбакова они, по-моему, слушают в самой последней очереди. Им принято решение, с которыми арбитры согласились. Но здесь Хайдара сбил соперника. Естественно, Луис Густаво... Ну, я еще раз, опять же, высказываю свое мнение. Я не настаиваю на том, что Кульбаков не очень... Но точно Марселе нельзя искать оправдания именно в этом ННЖ. И либо несостоявшийся выход 1-1 из Марксты. Давайте посмотрим еще за одной атакой Зальцбурга. И еще эту игру Дмитрий Пайет, я думаю, главный кандидат на замену. Вот, пожалуйста, опасно. Увидев, что Максим Лопес все-таки в цель не попал. Хороший эпизод. Максим Лопес, мне кажется, не от поворотом. Пока мяч летел, Валькер разобрался, что он все-таки летит с твой. Выдвинуться из обороны вперед. Добур. Бериша, прострел. И вот, пожалуйста. И самое главное, ведь обратите внимание, вот здесь вот передача на Играриш. Но он отказался. Сансон. Бунасар, отличный. На тренировке перед матчем он бросил вызов Луису Густаво. И решил посредить. То есть, разумеется, Бунасар этот забег выиграл. И попросился. Подача. Вот пас на удар. И угловой сейчас заработает. По ближе стоящему сопернику. Но здесь надо было хоть как-то пробить. Равной. Нервничает немножко Манданда. Удар по воротам выручает сейчас голкипер сборной Франции. Первая замена у Марселя. Надежда. Сейчас выходит на поле даже не игрок по фамилии. Стандартное действие в его исполнении. Вот эти ребята будут... Бунасар. Нужно низом, конечно, играть. Бунасар. Очень здорово проходит двоих Бунасар. Прострельная передача и... Ебо на ложном замахе, да? Обыграл соперника, покатив мяч мимо него. Окей, окей. Али, дакор? Окей, окей.